Да, да. Я хочу посоветоваться с тобою. Сейчас время есть? Ну, я хочу посоветоваться с тобою. Сейчас время есть, да? Ну, конечно. Да. Да, добрый день. Да, добрый день. Ну, ты знаешь, у меня же четыре сына и две дочки. Сейчас я настрою хорошо, да? Да. Понимаешь, у меня участок, ну, они большие, у каждого уже дети есть. И участок где-то полторы тысячи метров. Ну, и вот два сына, это Миша и Ливан, вот пчеловоды, они хотят это, всё себе забрать, эту землю. А, значит, ну, остальные тоже есть где жить, да? Но у них дети есть. Да, да. И я хочу этот участок поделить, ну, вот этими сыновьям дать и здесь остальным по 50 метров, чтобы они могли дом построить там. Ну, чуть что, когда дети и дети будут, да? И вот он, да, и они спорят между собою, говорится, эти старшие братья, значит, чтобы только им отдать эту всю землю. И вот я решил, и просто советую поделить, они, мы сейчас, я им должен дать ответ здесь, как поделить эту землю. А что за земля? Поясни, откуда и сколько? Да, да, 1500 квадратных метров. Она уже оформлена. Земля, мы там заплатили за землю эту. Здесь, это где, где ты был? Там, где дом, где вы отдыхали, всё это, где машина стояла. Вот тот участок здесь, да? Так, а как он может быть поделен? Это там же для одного человека рассчитано? Для одного хозяина? Ну, да, для одного хозяина. Ну, они говорят, ты нам каждому отпиши участок. Вот так, я говорю, живите вместе, стройте вместе, зачем вам делиться, да? Ну, там, видишь, они, у них невестки мои, значит, они, ну, там, да, здесь такие маловерующие. И они хотят всё себе. Да, вот здесь как-то нужно, ну, да, мы, здесь, вот я им скажу, и всё. Ну, я понимаю то, что, допустим, у тебя много овечек, и надо разделить поровну. 200 овечек, 4 сына, допустим, по 50. Так же, если у тебя 4 миллиона есть, по миллиону дал. Но как земля, которая рассчитана для постройки? Если бы это была пашня, там бы можно делить. А как делить там, где усадьба? Что они, на одном месте все дома построить хотят, что ли? Нет. Или продать кому-то? Нет, нет, они хотят, вот два сына, там сын хочет построить. Потом здесь, значит, дать, ну, для дома, ему оставить участок, чтобы этот двор был общий. А там можно построить на этом участке полторы тысячи метров, там 50 метров. Я дам, допустим, Елене, дочке, у неё мальчик здесь. Да, не знаю, что будет завтра. И Павле, вот который больной, болеется. Чтобы он, ну, впоследствии было у него, чтобы вот кусок гибли. А сейчас-то где они живут? Ну, значит, Ливан живёт со мной. Он наверху, а я внизу. Миша живёт, он смотрел бабушку, и в однокомнатной квартире с двумя детьми. Там маленькая площадь здесь. Ну, он тоже, он собирается здесь строить. Ну, Павле, он, у него, это, двухкомнатная квартира. Трехкомнатная, ну, одну он сдаёт в комнату. Двухкомнатная квартира, трое детей. Ну, тоже надо со временем. Так они действительно хотят строиться на этом участке? Или просто выгадывают что-то? Нет, этот Ливан, да, думают строить, Ливан. А эти пока нет, потому что, ну, дети маленькие ещё хватает места. Но в перспективе, вот я мог взять ещё там где-то землю раньше, но я не думал об этом. И поэтому здесь вот сейчас уже думаю, что у них встанет вопрос там, здесь как устроить сыновей, где построить. Ну, они работают, и там и пчеловоды, и у них есть постепенно, они построят это. Я никогда такого не встречал, чтобы на один участок все сыновья лезли-то. Это же, ну, можно построить, конечно, трёхэтажный дом, и будут жить они, но это участок. Нет, нет, ага. Ну, вот в этом плане. Ну, что здесь такое, участок поделил, участок каждому. Ну, это, там же, я им предлагаю, чтобы забора не было, общий двор у них был. И дружно все братья, все здесь, все дружно жили между собой. А что, в другом месте им никак нельзя купить участок? Ну, купить участок, да, но сейчас у нас это всё, это дорого стало, и это усложняется. А эта земля на тебя опормина? Да, да, на меня опормина, да. Ну, как делить? Я не знаю, у них мира не будет всё равно. Мира не будет? Не будет никак. Да. Два медведя в одной берлоге не живут. Да, но если братья... А братья, это первые враги домашние его. Они все причащаются... Ну, это, в один день всё будет разрушено, если они ещё женатые. Есть такой рассказ, дом, дом называется. Вот два брата на один дом претендовали. Два. Но они жили в разных комнатах, всё. А сноха, которая пришла, ну, была. Вот, она узнала, что неженатый познакомился с одной... Она не монашка была, ну, как прислужница в церкви-то. Ну, и там началась борьба. А когда пошли они в гости однажды, а тот, который неженатый-то сын-то, он выпивал. И в этот день он был выпивший. И когда вернулись домой, они там... Оказалось, что он мёртвый. Мёртвый, потому что трубу... Кто закрыл трубу. И старший брат всё думал и думал, как он мог закрыть. Печка топилась, жарко, я угарным газом отравился. И они вышли. Но жена, когда вышла, она говорит, подожди, я что-то забыла. И она, выходит, зашла и закрыла трубу. Потому что она ту монашку предупредила. Он назвал её монашкой. Ничего не получишь. Вот так и получилось, что он лишился родного брата. Это очень серьёзный рассказ. Ну, не знаю. Нет, нет, но они... Не так друг к другу агрессивны, чтобы камень такой западал. Да не брат сделал-то, сделал-то сноха. Жена брата его закрыла. А он его любил. И он стал расследовать и сам нашёл, что это его жена убила, его родного брата. А они дружные были. Хотя тот выпивал. Ну, ты один из рассказов. Но я тебе скажу, что вопрос не решится этим. Никак. Ты поговори с ними, скажи, братья, давайте, эта земля стоит, мысленно так, на бумаге пока, сколько стоит она, земля, сейчас. И разделим участок. И тебе отдадут этот участок, вот эти, братья-то, чтобы ты как бы выкупил их, а ему помочь там купить где-то в другом месте. Да, ну, ага, ну, благодарю. Ну, я тебе рассказываю, как должно быть так. То, что они в куче будут, а они будут друг друга задевать. Появятся снохи, если жёны, жёну понесут всё. И ни вам не сохранить, они друг друга поджар... Ещё снохи, да, да. Это у Льва Толстого очень хороший рассказ есть. Огонь, говорит, не потушите, если загорелся. И у них так и было. Один другого поджёг. И потом, когда уже до суда дошло, а отец на пищи лежал, только говорил, дети, прекратите это всё, прекратите, а уже всё сгорело. Отец-то был верующий, и он говорит, Бога побойтесь, Бога побойтесь. Да, да, да. А они, ну, так что случилось, одного брата наказали и выпороли там, тогда ещё наказание было-то. Ну, он и поджёг остальных. А жили мирно-мирно, хорошо, снохи начали. А у тебя курица моя кудахтала, там она снеслася, говорит, мы по чужим гнёздам не лазим. Ты это так ответила. А потом ребятишки начали друг на друга клепать. Потом мужики даже бороду друг другу стали рвать. А потом и сожгли. Огонь упустишь, не потушишь. Это у Льва Николаевича Толстого рассказ такой в 16-м томе. Да, ага. Ну, в общем, картину ты нарисовал, не пойдёт. Не пойдёт. Я тебе просто, если можно было бы, я бы даже попросил сесть, вот если бы они пришли здесь и поговорили. Допустим, сколько земля стоит, разделите на 4 части, переведите это на ваши деньги. И теперь давайте. А одному это много или нет? Вот теперь он может ли выплатить как? А нет, помочь тем где-то купить. Но вместе ничего не будет. Это снохи, дети пойдут. Ты такую ловушку устроишь. Они друг друга, это не говоря, они сегодня дружны. Ну, говорит, идущий мой хлеб поднял на меня пету. Да, да, да. Ну, да, да, да. Ну, хорошо. Да, 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 я с ними побеседую, может, мы даже и встречу. Могут прийти вот так по скайпу, побеседуем. Я каждому отдельно могу сказать. На них это может как-то и повлиять даже. Но Михаила ты знаешь, он беседовал. Видишь, он как-то настроен не туда. А Павле очень тебя в уши... Ну, вот так, ты как мудрый отец, ты рассуди то, что я тебе говорю. Никак нельзя, потому что снохи придут чужие. Да и родные братья, они все поладят. А тут подрастают дети. А воспитание-то какое? Один раз обидели, другой раз, а теперь мужики вступятся. А мужики это родные братья. Между ними ничего уже не будет. Они не рады будут, ничему не рады. Отдельно, только отдельно. Да, 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 да. Ну, благодарю. Да, благодарю за совет. Ну, ты как царь лир-то. Получится так, что ты отдашь, а сам по миру пойдешь. Тоже смотри, свое-то не потеряй. Да. Ну, это у Шекспира там есть, Ульяма. Да. Ну, да, молиться будем об этом. Я тебя же каждый день поминаю-то. А раз тебя, я и твоя отрасль поминаю. Все. Чтоб Господь усмотрел, устроил. Ты, нет, не торопись. Созови их. Если они согласятся побеседовать, я им порасскажу. Дело, поэтому дело без совета разрушится. Да, потому что оно на песке. Да. Твердого основания веры нет. Если бы было так, два брата строятся и скажут, нам ничего не надо, мы не женимся, мы для Бога жизнь посвятили, будем благовествовать ходить. Тогда бы можно было, потому что они бы все стерпели. А когда они мирские люди, то это что ходит, причащается, это никакой роли не играет. Такие люди особенно бывают непотребные. Он надеется на исповедь, батюшка ему все отпустит, а сам живет, как говорится, змей-благовище. Да, да, да. Да, да, ну, благодарю. Сейчас вот еще один такой тоже совет спрошу, да. У нас в следующую субботу... Ты голову маленько подними, у тебя губы только видать. Маленько, вот так, о, чтоб видно тебя было, какая у тебя борода хорошая. Ну, все, так, хорош, закрепи. Говори. Да, значит, в следующую субботу приезжает к нам патриарх назначилепископа, чтобы освестить храм. Ну, ты говорил. Народ соберется, понимаешь, и, ну, народ говорит, что надо стол сделать. Так. Нам есть там место, ресторан, там недалеко от нас, да, это делать, да. Ну, я вот согласился, но потом подумал, что это здесь, это, ну, обычно здесь принято застолье. Я решил им дать какие-то книги. И такой маленький, легкий стол. Значит, что-то фрукты и что-то сладкое. Вот такое для народа. И вот это дать какую-то книжечку, брошетки дадим им, каждому. Вот такое, да. Здорово, здорово. Ты поломай ту систему, которая есть. Он едет, епископ, с поборами. С собой причиндалов этих наберет, пузатых-то, священников своих-то. Да еще и бритые бывают. Тебе зачем им потворствовать? То, что ты сказал, так и сделай. Да скажи слово такое, чтобы сердца зажечь. Да соли побольше добавь. Да-да-да, я тоже брать. Я знаю, что они покушают и забудут. Конечно. Даже молитвенник дашим, да? Да. Он всегда будет, я еще печать церковную поставлю на него. Это у тебя когда будет? Через неделю? Да-да, через неделю. Ну я своим скажу, мы будем помнить и молиться. Да. А ты будь мужествен. Вот что сказал, от этого не отходи. Я крепко стою. Вот когда мы строили, да, там эти вино, табакуры, я запрещал. Я штрафовал. И здесь у меня не курили. Я сразу это, когда строить, я собрал где-то больше сотни бычков. Я сказал, вот это вот урежу один, да, я 10 лар. Значит, 10 лар, это где-то, ну, 4 доллара. 4 доллара у нас, да. И прекратили курить, ну, тайком. Ты этим вина не давай, вина не давай. Грузины любят пить вино. Да, нет, нет. И вино тоже. Мы за столом никогда не пили вино. Ну, они там тайком, но это уже, что же делаешь, на везде милиционера не поставишь. Да. Вот это мы благословение исполнили, такое, без пьянок, без табаковства. Все это, слава Богу, было, да. Ну, еще у меня, знаешь, одно такое предложение. У меня давно на сердце лежит, понимаешь? Вот твоя проповедь, это о рождении свыше, понимаешь? Вот чтобы ты, ну, понимаешь, вот это рождение, кто не родится свыше, не увидит царство небесное, родственное от Бога. Если умрет, то оживет, понимаешь? Вот как-то ты, вот эту тему твою, чтобы ты глубоко раскрыл, может, я и вопросы задам, понимаешь? Чтобы мы, это не сейчас, чтобы так назначили беседу, тем с тобой поговорили бы о рождении свыше, а потом второе, о рождении не по плоти, а по духу. Ты знаешь что, отец, вот как сделай. На бумагу запиши и наизусть заучи, чтобы даже, а Евангелие-то имей перед собой, и сразу, чтобы закладки были, и прочитай. Ты скажи, вот, есть два места Писания, два. Главное место, первое, кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Он даже по мытарствам не идет. Поэтому, будь ты патриарх или кто-то, почему? И скажи, что сказал святой Златоуст, большая часть священства погибает. Вот если у вас 10 епископов, то 6 епископов в аду будут. А Серафим Саровский, ты себе где-то сейчас возьми, запиши. Запиши, я тебе скажу, где я, чтобы найти. Вот. Святой Серафим Саровский сказал как. Да. Настольная книга священнослужителя. Да. Это при патриархии, кажется, пимени вызвал. Знаю, у меня все 4 тома. А их не 4, а 9. 9, 9, 9. Восьмой том хотели, меня оттуда прислали, хотели поместить мои работы. Об нарушении канонов. Да, прислали мы. Но у меня еще было в Черновиках, и они не могли разобрать. Я потом отдельно это все выступил. Так. Подожди, а это отдельно есть у тебя нарушения? Да, там есть, я скажу там. Ты сейчас запиши пока. Настольная книга священнослужителя. Да, восьмой том. Третий том, третий. Третий. Это девятый, их всего 9 томов было. Не знаю, были после этого или нет, я не встречал. Так, третий том, 601 страница. Да, да. И там Серафим Саровский говорит, ас, там неподобный, 3 дня, 3 ночи молился, ни о ком-то, ни о царе батюшке, которого расстреляют, уже открыто было. А молился о священстве. И через 3 дня Бог заговорил. Вот дальше тайна. Двоеточие. Бог сказал, он говорил, он молился уже как о погибших. Господи, пощади, пощади. И Бог ответил, не пощажу и не помилую. О всем священстве, все. О русском священстве очевидно. Почему, говорит? Они, говорит, истину мою заменили вымыслами человеческими. Это Псалом 118. Запишет, какое ангел сказал ему этими словами. Псалом 118, 113 стих. Ангел прямо просчитал это место. Вот за это Бог их погубит. И ты им это скажи. Как будто ни одного спасенного. Златоуст говорит, большая часть священства погибает, а Серафимова в открытых, как будто бы ни одного нет спасенного. Вот как. Как Златоуст говорит, я никого не боюсь, только епископов. Самая большая опасность. Когда его в ссылку сослали, это в третьем томе Златоуста. Можешь черкнуть себе. Запиши. Это третий том Иоанна Златоуста. Творение Иоанна Златоуста. Это по патрологии имения. Там его ссылают в ссылку. И когда он... А его сопровождали претерианцы. Ну, по-нашему сказать, гвардия. ОМОН. ОМОН это самые претерианцы были. И там епископ Форетрий. Запиши. Епископ Форетрий. Форетрий. Да. С монахами. На горных тропах. Ждали, когда он пойдет, чтобы убить его. Златоуста. Ему пришлось бежать. А, видимо, его везли на носилках. Два осла привязанные. Между ними как это... Палатка-то. Или как там было. И он упал. И на краю пропасти только задержался. И одна там вдова была богатая. Она их приняла. У нее там вокруг стены были. Она этим спасла его. О которой претерианцы говорили. Лучше в руки и саврянам попасть. И саврянам. Ну, от Исава, которая там... Которая там как-то турки или кто. Потому что он... Не дошел до ссылки там. Лучше им в руки попасть, говорит. Чем этим зверям. Зверями назвал монахов. Это да. Это говорили претерианцы, которые охраняли его. Так что скажи. Священцы, епископат нуждаются в сильной помощи. Чтобы молились за них. Это они сегодня такие самоуверенные. А там этого не будет. За гробом покаяния нет. И ты как-то это выпиши. Ну, и ты точно, да, ты называешь это. И второй пункт. Первый. Надо родиться свыше. А второй пункт. Вот два пункта человеку надо. Второй пункт. Это римлянам 8-9. Я как раз на эту тему у вас и говорил. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Не Его. Ты можешь быть священником, ты можешь быть кардиналом, кем угодно. Если Духа Святого нет, а как я узнаю? Имею, не имею. А это по всему будет видно. Ты греха боишься. Ты не можешь дня прожить без благовестия. Мед будет истощать уста твои. И в то же время пророческий глаз строгости. Не потворствуй грешникам. Да, но еще тогда уже будет третье. Хождение по духу. А это вот и есть. Это и есть хождение по духу. Жить в духе. Это вот 8-9. Это вот римлянам 8-9. Это как раз второе, оно в себя все включает. Духа иметь, это ходить в духе. В Господнем. Я, я извиняюсь, я задам еще один вопрос по храму. Значит, у нас три предела. Значит, центральный это воскресенье, потому что главная цель это воскресенье с Христом Быстрым. И вот в основном у меня проповеди всегда, ну, центр всегда воскресенье Христова. И приготовиться к будущей жизни. Второй предел Петра Павла. А третий предел это храм Тринета. Третий предел, значит, я хотел назвать, там, посвятить, ветхозаветным пророкам. Но вот сейчас, когда вот я исследовал о рождении свыше, и вот ты подтвердил эти мои слова, я хотел назвать рождение свыше. Нет, отец, назови во имя Ездры. Это единственный, который ни одного укоризненного слова не имеет. И больше всех сделал. Больше Давида, больше Соломона. Нет, нет, подожди. Я дальше попрошу, да? Здесь в честь, мне сказали, вот, на зватишку, я сказал, говорит, что такого, говорит, рождение свыше, такого названия нет. Да. Здесь Духа Святого назови. А правильно тебе ответили. Ну, раз у тебя мысль была одному ветхозаветному пророку, сделай во имя Ездры. Там все. Он собрал книги Ветхого Завета. Понимаешь, нет? Мы ему обязаны как дальше? Он вывел народ израильский из плена. Он отстроил Иерусалим. Три книги у нас в Библии, его книги, книги Ездры. Понимаешь, нет? И у него нет укоризны, как у Давида, там, блуд, у него ничего нету, кроме... И он сделал развод с Неемией. Всех развел. Полукровки все должны были уйти. Он очистил нацию. Это все Ездра. И самое главное, что его не канонизировали монахи. Это был благовестник, учитель, священник, книжник, близкий к императорам. Да. Ездра, Ездра. Ему равных никого нету в Ветхом Завете. Запомни это. Мы, видишь, это мы еще подумали и посоветуем. Подумай, ты сказал вот за это пока. Я беру на то, что ты сказал, говоришь, что-то Ветхозаветное. Не отступи от этого, не пожалеешь. Я потом хотел здесь вот в честь Ветхозаветных корок. Вот, Ездру, Ездру возьми. Ездра. Да. Я тебе говорю, он собрал книги Ветхого Завета в одно, с таким трудом. Доставал там, говорит, по свитку. Да, да, да. Это Библия, благодаря ему у нас есть. Дальше, три книги им написаны, повторяю. Вывел народ из плена. Представь себе, из плена. Да, да. Это... Ну, из плена, он вывел дальше. Как враги вокруг нападали, и как он всех вооружил, в одной руке мастеров, в другой винтовка. И как отстроили стены, и дальше началось возведение. Это все Ездра. Ему равных никого нету. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Не считая Павла. А его просто никак, нигде. Монахи его задушили буквально. Ну, отец, я думаю, вот это о рождении слышим. И римлянам, кто Духа Святого не имеет, это не его. Да. Мы это продолжим беседу. Я этого подготовлю. А ты вот что, я тебе, когда сейчас кончим говорить, ты сразу не уходи. Я тебе сброшу наши ресурсы. И там каждый день я выставляю свои проповеди в храме. Каждый день. Тысячу триста проповедей. И ты там найдешь и о Духе Святом, и обо всем. Это которые я говорил в храмах проповеди. Которые сохранились. Проповеди записанные. Ну, там мало записанных. Я тебе говорю, тысячу триста проповедей у меня выходит. Да. В аудио, в аудио. Ну, некоторые даже есть видео. Да, еще почему они так приняли себя хорошо. Да. Я вспомнил это, что ты там хорошие слова. То есть мы здесь, ты глубоко раскрыл. Вот путь спасения. Ну, я вспоминаю это дело. Благословенная Грузия. Ты переводчик, которые у меня стояли рядом-то. Ты прямо от меня поклон передай им. Да, это я вот завтра увижу ее в субботу. Да. Ну, и Гураму увидишь тоже. Да. Гураму, да. Он какие-то книги пишет. Он в тюрьмах ходит. О, молодец. Да. Какой молодец. Да. И нас, батюшка, в тюрьмах ходит. У вас хорошее отношение с ним? Да, да, очень хорошее. Ну, вот так и скажи. Скажи, за тебя молятся и за всех, кто с тобой имеет общение. Илья его зовут. А. Ирей Илья. Он еще молодой священник, да? А, я про Гурама говорю. Гурама. А, про Гурама, да. Ну, да. Мы-то знаем лично друг друга. Мы же с ним беседовали. Да, да, да. Да. Ну, что ж. Благодарю тебя, отец. Ну. Так, еще. Если сыновья твои согласятся, то мы можем побеседовать в самое ближайшее время. Да. И то, что я тебе говорю, это беспроигрышно. Прямо конкретная, конструктивная программа, чтобы сохранить хорошие отношения. Да. Сейчас один здесь, сын. Может, я ему позвоню? Ну-ка. Подожди, Зев, у меня не здесь телефон. Подожди, Минус. Вот это я сегодня слушал. Будьте известны всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вам изыждущими. Ну да, сейчас я сыну звоню, да? Ну. Не, слушал уже сначала. Ага. Глеба. Да, сейчас позвоним Ну, у нас сейчас были выборы Слушай, вот идет борьба Да Слушай, Лёва Да, Леван Слушай, приди ко мне, а Вот здесь есть разговор интересный Нет, нет, я дома Приди, приди ко мне Чтобы быстрее нас там Наш друг живет А Михаил-то где? Михаил, он тоже недалеко живет Ну, вот пусть бы он пришел Уже двое, уже хорошо было бы Минут 10 Ну, да Сейчас я стулку не помню Иди сюда Игнатий хочет побеседовать Ну, привет Добрый день Добрый день Как вы там живете? По милости Божией Ни на что не жалуемся Все у нас благополучно Врагов хватает и друзей хватает Ну, знаешь, сынок, дорогой Я, если, как Примудрец сказал Дело без совета разрушится Я со своим учителем И духовным отцом Который уже, наверное, скоро 40 лет будет Который общаюсь, да Вот посоветовал наш вопрос А как поделить вот этот участок Ну, правильно Да Ну, правильно, да Повторый общаюсь Да Да И вот здесь, да Значит, ты вот сейчас расскажи Как ты Как вы с Мишей Вот с твоим братом Хотели поделить этот участок 1500 метров? Ну Мы Во-первых, пока не поделили Да, не, хотели Мы каждый предложил свою идею Дел Мы ничего не решили Мы Посоветное слово Оставили за отцом Вот так Ну, давай Ну, я могу сказать С его разрешения, отец Да Повторить Я говорю Если на этот участок Претендуют и другие Он никого из вас не выделяет И хорошо делает Вместе ни в коем разе Не селитесь Никак А как? Допустим, вы Четыре участка Четыре человека Поделите участок На сегодняшний день Сколько стоит Сколько стоит Кто остается на этом участке А остальные должны получить долю Которая по этой части получается Иди сегодня В другое время Помочь им Чтобы построили В другом месте У вас будут снохи Дети У вас мира не будет Вы будете врагами Вот он правильно сказал Вместе В одном доме Братья Они должны Ну да Ну понятно Но здесь другое дело Что Понимаешь Вы должны выплатить Ну да Это поговорить Насколько Потому что ему Принадлежит что-то Вот сегодняшний день Вы знаете Сколько стоит Допустим Тысячу долларов Значит На каждого из них Двести пятьдесят Их кто Если один берет Он обязан Каждому дать Если двое Остаются По разным углам Участок поделят Кажется Пусть даже Ограда будет Между ними Забор стоять Два брата Но не больше Участок этот Больше чем Точно Вот Примерно Такую идею Я вот Уступал Свой этаж И хотел Отдельно Землю Даже Не По Что-то Меньше Полагалось Но мне устраивало Чтобы У нас Селился Забор А не Этаж Вот отец Понятно Мы сошлись Как с ним С Михаилом Один к одному Сошлось Я же Ваш не знал Что вы так думаете Это вообще Ничего не знал У вас Здравое Суждение Это может Потому что Вы рядом С отцом Живете От него Это идет Энергия К вам Я тоже На это Это думал Что Мы должны По отдельности Я это Сказал Отцу Что был Мир У нас Должно Быть Отдельно Что Что ты Сказал Что я Ему Говорил Ну все Отец На этом Закрепись А не Переиначивай Никак Твердо И все Скажи Мое На том Благословение Помнишь Как Яков Просил Уже Иса Сколько Благословений Говорит Не могу Иса Иса Говорит Уже Отдал Благословение А теперь Дикие Звери Там Лови Теперь Говорит Хорошо Я Как Вспоминал У вас Я лето Провел Здесь Очень Запомнилось Все Хорошо Хорошо Скучал Скучал Пойти Там Пойти Полю Полю Молиню Грибы Молитва Была Так Мы будем Молиться Об этом Деле И об То Как Придет Епископ Как мы Говорили Вот Такую Встречу Устрой То Что Останется На память Чтоб Там Не Выпивки Ничего Не Было Подарил Книги И на Этому Все Они Не голодные Храм Открывать Там Будут Да Там Нормально Один Но Есть Здесь Грузия У них Понимание Больше Половины В стакане Вот Мы Знаем Одного Топюшка Он Там Недалеко В селении Он Где-то В России Учился И он Хороший Храм Построил Не просто У него Окна Наверху Открываются Прямо Через Этот Пульт Здесь Когда Летом У нас Жарко Он Все Оборудовал Хорошо Ну И Говорит Ну Сначала Я Эту Безалкогольную Пропаганду Повел Или Как Это Назвать Да Здесь Да Он Не давал Им Выпивать Да И Они Перестали В сетях Сходить Ну Небольшая Группа Ну Потом Он Начал Уже Это И Стол Накрыл И Трапезную Большую Сделал Да И Сейчас После Службы У него Застолье И Весь Народ Ходит И Все Довольны И Вот Так Объясни Да Здесь Вот Ну Они Там Приносят Ну Деревня Здесь У нас Плодотрудная Земля Здесь Слава Богу Хорошо Здесь Можно Это Контролировать Вот Камада Станик Он Выпит Три Стакана Одну Слава Божью Одну За паприарха Один За Семью За народ И Заканчивается За усопших За бабушек За дедушек Это Лисковый Стол А Трапеза Там Церковная Она По-другому Идет Ну По три стакана Все Вот так Я Я считал У Католиков Чтобы Люди Приходили Они Там Разные Устраивают Соревнования Бильярдный Стол А Один Батюшка Пошел Еще Дальше Тень Сделал Так Чтобы Не Видно Было Стриптизерша И Прямо Отображение На Царских Вратах Ну Ну Еще Вот Это Это Не к нам Ну Так Я говорю Тут Где-то Грань Должна Быть А вот У нас Нет Ни грамма Вина Нет Хоть Архиерей Приедет Вот Сейчас Приезжает Митрополит К нам Служит Священники Мы Поставили Сухой Закон Почему Потому Что Мы Даем Дурной Пример А еще Кроме Того На нас Смотрят Мусульмане Хорошее Отношение А у Них Кровь Демона У них Очень Строго На это Ну Зато Они Это Обкуриваются Ну Да Но Мы Никто Не будем Брать Они За это Ответят А у Них Женщины Никогда Без Платка Не Бывают У Нас В России Только Рамзана Кадырова Которые Женщины Там Совете Все Платках Все И он Единственный В России Регион Который Закон Приняли Против Абортов Вот Возьми Мусульманин А этот Вышел Аман Тулеев Слышали Такого Кемеров Кемеров И он Стал Стал Говорить Что Такого Человека Как Христос В мировой Истории Не Было Никогда Мусульманин И он Как Христа Прославляет Прям За кафедрой Перед Народом Перед Собранием Так Там Показывает Заседает Какая Умма Сосед В Дагестане Или Где Постановили Его Губернаторы Ну Насколько Достоверно Но только Я в интернете Это видел Так Относительно Вот Того Я как-то Беседовал С мулами Имами Там были В Санкт-Петербурге Ну Я вопрос Им задал Один Я говорю Скажите А у вас Сохранность Депса До брачной ночи Какой процент Они меня Даже не поняли Я говорю Стал Объяснять Да какой Сто процентов И берут Интервью Мальчик 16 лет У тебя Где отец Ну Он там Где-то Подорвал Себя Он у Аллаха Там Находится Но если Мама Будет принимать Мужчина Будет ходить Он не задумывай Сказал Мать Зарежу У тебя Сестра Подрастает А если Она будет Дружить Зарежу То есть У них Очень Серьезно Это Дело Вот Показывают Где-то Там В Саудовской Аравии Ну Какой-то Там Богатый Человек Ну И Что-то Сестренка Поспорила С братишкой И Он Решил Ее Подкусить Когда За столом Сидели Он Говорит Папа А вот Наша Аиша Она С мужчиной Целовалась Он Говорит Дочь Моя Он Что Такое Говорит Да Папа Это Там Постановка Была Сцена Такая А там Мы Только Прислонились Друг Я Спрашиваю Он Говорит Правду Правду Ты Знал Что Это Нельзя Нельзя Он Тут За Столом Застрелил Во Как А у Нас Уже В Седьмом Классе Трудно Найти Она На Вторую Букву Алфа Это Называется Чтобы Она Девственница Была У Них Очень Серьезно У Меня Ролик Стоит Я В Доме Мулы Там Беседуем Видел Я Там Римлянам 6 23 Пояснял Так Они У Какой Уровень Образования Вот У Ней Два Высших Образования Она На Четырех Языках Разговаривает Арабский Знает А Муж На Шести Языках Я В Мечете Был Она Все Время Так Потому Что Она Многое Знает И Вот Теперь Мы Зашли Когда В Мечеть А Она Сразу Осталась На Улице Там Другом Месте Нам Говорит Нельзя Заходить Я Зашел А Они Возле Стен Сидят Все Вот Как Показывают Хабиты Какие Я На Середину Мечети Зашел И Давай Молиться И Кланяться Как Они На Меня Смотрели А Потом Последний Поклон Я Встал Как Они Стоят И На Коленях Молился Потом Когда Встал Они Вокруг Меня Вот Так Как Три Кольца Стоят А Когда Уходили Каждую Руку Жмет Это Бог Делает Так А В Дагестане Были Там Библиотека Имени Расула Гамзатова Мы Спросили Директора Библиотеки А мы Проходили Мимо Направо Библиотеку А налево Комната Для Намаза Для Молитвы Мы Спросили А можно В комнату Зайти Она Закрытая Он Сразу Подзвонил И Нам Открыли Мы Разулись Один Из наших Снимал У нас Ролик Есть Где-то И Мы Стали Там Молиться Молились Три Святоя Царю Небес И Отче Наш А потом Помолились За страну И за Все Что Был Мир Чтобы Люди Познали Бога Христа И Оттуда Вышли Нам Говорили В Чечне Будете Не Ездите Туда Там Голову Только Режет Мы Были Там Нас Как Родных Братьев Приняли Три Раза Были Они Очень Любят Когда Люди Молятся Вот Мы Дорогой Когда Молимся Едем Дорогой Время Молитва Мы Останавливаемся У нас Семь раз В день Должны Были Молиться А у Них Там Работники Работают Мусульмане А мы Палатку Рассилаем Военная Два Метра На Два Становимся Молимся А потом Поднимаем Руки И Вопьем К Богу А они Бывает Где-то Там С юга Туркмены Узбеки Они Рядом Работают Так они На молитву Становятся Они Никогда В обиду Не дадут Когда Знаешь Что Человек Молится В одном Месте Мы Заблудились А он Подъехал Один Мы Спросили Его А он Говорит Меня Звать Ахмат А отец У меня Абдур Ахмат Называет Это Вот На вас Похоже На меня И Он Впереди Нас Поехал И пока Не вывел На дорогу Ехал Они Очень Внимательны К людям И мы Где Молились Мы просто Молились Вот Город Баку Это еще В советское Время Было Глядим Рядом С кассами Тут Маленечко Пустое Место Они Расстелили Как одеяло И мы Тоже Расстелили Наш Человек Восем Был И мы На молитву Стали Милиционер Приходит И никого Не трогает А у нас Так было Здесь Новосибирск Один Верующий Благовествовал Ну В очереди Стоят Он ему Давай о Христе Говорить Его Господь Коснулся Так я Говорит Хочу Помолиться Он говорит Тогда давай Становимся На колени Будем молиться А там Позвонили Или сказали Милиционер Подошел Запрещу Трясет Гражданин Тут нельзя Делать Он еще Закончил Молитву Аминь Встал и Говорит Гражданин Начальник Я не могу По другому Христос Его коснулся Сердца А в другое Время Может не покаяться Вот Я что знаю Лично сам видел Мы же проехали Где В Париже Были мы И в это время К нам подошли Мусульмане Увидели Что мы молимся Ну Прошел Хороший разговор В одном месте Мы остановились Каспис Что ли Там город Ну Видим Забор Большой Непонятно Что тут делают А оказывается Они Роют от правительства Тоннель Тоннель Они сразу оттуда Вышли к нам И С нами позвонили Приехал начальник А мы уже Расположились ночевать Мы верующие Мы молимся И нас не тронули Они вышли Немного с нами Поговорили Они такие вопросы Задают Они Коран-то не знают А у меня Восемнадцатый том Книги Я разбираю Весь Коран Весь По сурам Аятам В сравнении с Библией Каждый стих И они говорят А кто Последний пророк Но они думают Что я скажу Как они Я говорю Последние пророки Еноха Илья Они сойдут с неба Они взяты живьем Они слушают Внимательно Понимаешь Вот Это просто Надо столкнуться Чтобы увидеть Это все Бог делает Не человек Я Я вот Отец Имею Вот Такой Маленький опыт Ну Значит Я там На базаре Какую-то деталь Для автомобиля Покупал Ну Оказались Эти мусульмане Ну Вот Он и Видит Священника Он говорит У вас Тревога А у нас Вот Один Аллах Здесь Да И вот Здесь Это Не укладывается Здесь Им Это Закрыто Здесь Ну Кажется Не делами Спасаются Они Кажется А Ну Так Нет другого Имени Под солнцем Данным Человеком Чтобы Надежало Спасить Да У нас Нынче По Теряевку Приезжал Один Один из них Принял крещение Его ездор Назвали Очень Хороший Человек И один Мусульманин Обратился И вот Сейчас он Стал священником И показано Ну Понимаете Он все Сохранил Тамошнее Формы Женский пол Одет Платочки Девочка Маленькая Лет 6 И она сидит Маленькая машинка Швейная Она шьет Который пришел Корреспондент Спрашивает А ты кем Хочешь быть Она говорит Хозяйкой Она хозяйкой Должна быть Почему Как чтобы Мужу было хорошо Дети обихожены Она уже готовится К этому А у каждой Мусульманки Задание Для Аллаха Подарить Пять сыновей Да Ну Отец Если я тоже Расскажу Историю Я попрощаюсь Я пойду Все с Богом Храни Господь Сказали Что Один Реченец Лежит в больнице В очень тяжелом Состоянии Ну Вот Я Пришел Куда Оказалось Ему ноги Ответали Ну Я с ним Разговорился Да Ну И вот Он говорит Почему Ты так Что случилось Говорит Я Ходил Куда Не надо Ну Я в детали Не буду Рассказывать Говорит Да Поэтому Меня Бог Наказал А сейчас Я Уже Только К Богу Хожу Да И там Рядом Я Несколько Раз Приходил Был Один Значит Мусульманин И он У него Мать Была Молодая Мать Была Тяжело Больная Лежачая Но Как он За ней Ухаживал Как он Смотрел Это Это Пример Как Нужно Любить Свою Мать Я у него Спросил Кто Ты Я Учитель Я Мусульман Здесь Ну вот Я ему Рассказал О Христе Что Вот Такой Любви Почитать Отца И Мать Учат Христос Иисус И вот Здесь Мы Рассказали О Тарстве Небесном О Будущей Жизни О Воскресении В Мертвых Если Твоя Мать Вот так Вот Болеет То Даже Будущей Жизни Новая Будет И ты С ней Всегда Во веки Веков Будешь Да И он 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 Принимает Это Так Нажится Ему На сердце Потом Он Задает Вопрос А можно Я буду Значит И мусульманином И христианином Здесь И Там В свою Мечеть Хожу И в Церковь Да Но Я ему Посоветовал Ты возьми Вот Новый Завет Христианство Учили Почитали И Почитаем Значит Вот Своё Учение Там Корана И сравни И потом И увидишь Где истина И По тому пути Иди И Христос Есть истина Да Ну вот так вот Мирно Мы достались И посеяли Ему Слово Божие Ну это Видишь Здесь Значит Чтобы Вот наши Мусульмане Вот Где мы Даже в этом районе Живут Много Азербайджанцев Они Они Никогда Не ходили В платочках А сейчас Они Ходят В платочках В длинных Этих Платьях Потом Я даже В центре Города Здесь Увидел Значит Идет Идет Мужик Значит Впереди А за ним Идет Ну наверное Его Это Жена Во всем Лицо Закрыто Вообще Ничего не Видно Да Идет Так тихо И он Вот так Подняв голову Идет Да У нас Никогда Не было Таких Здесь Мы У нас Есть Этот Магазин Карпу Где Там Это Ну я Со своими Внуками Они Приехали Ко мне Показал Ну они На батуте Чтоб Попрыгали И вот Там Эти Мусульмане Много Их В платочках Там Все Это Ну как Говорится Меняется Катина Даже Здесь Вот Они Приезжают Иранцы Эти Все Значит Ну вот Здесь Мусульманские Страны Они Покупают Здесь Земли Здесь Вот Батуми Это же Там Так Жемчужина Здесь Вот Как Они Вот Пришли Вот Я С Минска Приезжали Это Муж и Жена Говорит Там Это Турецкий Город Они Они Закупили Все Вот Эти Да Ну вот Так Вот Господи Это Надо Здесь Вот Такую Глубоко Изучить Это Писание И Проповедовать Вот Я Пытаюсь Среди Иудеев Так Вот Эту Тему Раскрыть Но Оказалось Это Очень Сложно Здесь Они Говорят Никогда Говорят Нигде В Писании Писания Не написано Что Христос Придет Второй Раз Вот Мы построим Храм Ну вот Такие Здесь Они Доказательства Ну вот Я Понял Что Я еще Не готов На серьезную Беседу С ними С их Учителями Там С Ну Будем Со Временем Наверное Это Созреет Господи Помогил Ну Что С Ответ Да Мне тоже Уже Пора Да Ну Хорошо Хорошо Все С Богом Через Неделю Примерно Ты Увидишь Этот Ролик Послушаешь Еще Раз Да Хорошо Благодарю Давай С Богом Благослови